Вопрос отличия изумруда от подделок стоит достаточно остро, поскольку современные методы и технологии изготовления постоянно развиваются. При покупке ювелирных украшений в специализированных и известных магазинах мы не всегда обращаем внимание на их оригинальность, ведь не имеет возможность для проверки. Как поступать, если вы хотите сделать заказ у ювелирного магазина, куда обращаетесь впервые? Как раз для этих целей необходимо знать о том, как определить натуральный изумруд. Данный камень является одним из самых популярных среди украшений, поэтому его часто подделывают. Не попадаться на уловки мошенников вы сможете уже после внимательного изучения этой статьи. Следует начать с того, что изумруд относится к бериловым группам. Еще несколько десятков лет позволить себе носить украшения из этого богатого ресурса могли позволить себе только короли и королевы, но сегодня ситуация изменилась. Теперь приобрести ювелирные изделия из данного камня можно практически каждому человеку, у которого достаточно финансовых возможностей. Минерал отличается своими невероятными свойствами. Он не только привлекательный с внешней точки зрения, но и обладает рядом уникальных характеристик. Благодаря своим особенностям, изумруд может стать не только прекрасным украшением для подчеркивания статуса, но и отличным средством для защиты от нечистых влияний. Как же выбрать идеальный изумруд и не попадаться в сети подделок? Подделать минерал не так уж просто, но это вполне возможно. Очень часто мошенники используют метод имитации. В некоторых магазинах вам могут сказать, что украшение выполнено из настоящего изумруда, хотя на самом деле в него добавляют частицы нефрита, фианита, турмалина, зеленого граната и другие примеси. Иногда два камня, дуплет, склеивают между собой, но они не имеют ничего общего с натуральным минералом. Вы также можете найти полуизумруды, которые стоят также дорого, а в реальности, выглядят по-другому. Нередко камни между собой могут быть соединены при помощи зеленой пасты, а осколки натурального камня обычно крепятся с внешней стороны. Таким образом, разницу найти обычному человеку трудно. Как отличить искусственный изумруд от натурального? Парадоксы. Кроме стандартных способов подделок, стоит сказать и о нетрадиционных. Если вы, например, заметите, что на украшении присутствует явная потеря цветности или другие дефекты, не спешите отчаиваться. Дело в том, что неярко выраженный дефект может служить исключительно признаком естественности. Это связано с тем, что с годами камень теряет свои свойства, но данный факт никак не влияет на его долговечность. Однако если вы заметили дефекты или проблемы с оттенком, при разных углах цвет переливается, это является поводом для торга с продавцом. Вы можете получить натуральный минерал по сниженной цене, если сможете разобраться в нем более детально. Для этого необходимо провести оценку. Несмотря на широкий спектр технологий, даже самые опытные специалисты не всегда знают, как отличить натуральный изумруд. Нередко для этого потребуется применение специального оборудования. Для проведения соответствующей экспертизы специалисту потребуется лупа, фильтр и прибор, рефрактометр. Только в присутствии данных и инструментов можно получить наиболее точные результаты. Мы понимаем, что далеко не каждый обычный человек имеет в своем арсенале эти предметы, кроме лупы, поэтому предлагаем вам узнать о том, как найти отличия невооруженным глазом. Есть несколько нетрудных факторов, на которые стоит обязательно обратить внимание при покупке, ведь наверняка вам не хочется получить подделку за большие деньги. На что обращать внимание? Частота украшения. Если вы находите различные вкрапления, которые видны даже под солнцем или лупой, можете не беспокоиться. Изумруд является настоящим. Газовое, твердое или жидкое вкрапление, разницы нет, ведь натуральный минерал имеет хотя бы одно из них. При этом нужно понимать, что дуплет тоже может иметь вкрапления, но не должно быть трещин или сколов. Стойкость. Конечно, для обычного покупателя будет трудно проверить прочность и устойчивость камня, ударив по ним каким-то предметом. Вам этого просто не разрешат. Однако вы можете попросить менеджера или продавца, чтобы он предоставил доказательства. Четкость грани. Обязательно следует помнить тот факт, что настоящий камень имеет грани высокой четкости. Подделка обычно имеет гладкие грани. Также вам стоит обратить внимание на поверхность, она может быть обработана специальным маслом или другим раствором. Внимательно следите, чтобы никаких дополнительных примесей не было. Отвечая на вопрос о том, как распознать настоящий изумруд, мы нашли главный фактор, это цвет. Поскольку в состав данного камня входит хром, то он имеет ярко выраженный зеленый оттенок. Цвет должен быть фантастическим и единственным. Подделки обычно имеют оттенки желтого или более яркого цвета при переливании, поэтому не забудьте обратить внимание на данный факт. Кроме того, натуральный минерал, как мы говорили ранее, должен включать небольшие дефекты. Заметить их невооруженным глазом, конечно, невозможно. Но при увеличении с помощью обычной лупы они могут быть видны, и это нормально. Различные пузырьки небольшой формы, мелкие потертости, трещинки внутри, все это точно будет говорить о естественности. Но опять же, в этом случае вы можете снизить стоимость. Информации, которую мы предоставили выше, может быть достаточно не для всех. Поэтому если вы все еще задаете вопрос, как определить подлинность изумруду, мы дадим еще один способ. От вас потребуется лишь запросить сертификат, подтверждающий факт натуральности. Занимается проверкой специалист, должность которого называется гемолог. Только он может предоставить свидетельство, которое точно не будет сбивать вас с толку. Конечно, стоимость может быть немного выше при наличии такого документа, но зато вы на 100% будете уверены в подлинности. Какие факторы влияют на ценовую политику изумруда? Часто многие спрашивают о том, почему одно ювелирное украшение с изумрудом стоит дороже, а другое несколько дешевле. Прежде чем ответить на этот вопрос необходимо понимать, что цена может зависеть от его месторождения. Также вы можете спросить у продавца, какова история камня, ведь это тоже влияет на ценообразование. При этом нужно остерегаться мошенников, ведь некоторые могут запросто придумать историю. Также на стоимость сильно влияет цвет изделия. Чем более насыщен зеленый, хром, тем выше будет его цена. Некоторые владельцы ювелирных украшений интересуются, как проверить изумруд в домашних условиях. Ответить на этот вопрос достаточно трудно, ведь для полноценного и грамотного анализа нужны соответствующие инструменты, о которых мы писали выше. Но вы всегда можете воспользоваться простыми способами. О них мы тоже указали в данной статье. Лучшим решением для каждого из вас станет покупка изделий напрямую производителя или официального дилера. Также наличие сертификатов сможет обезопасить вас от подделок. Желаем приятных, выгодных и безопасных заказов.